Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет Православный мультимедийный календарь Седмица С 10 по 16 января 2022 года Седмица 30 по Пятидесятнице В эти дни Святая Церковь молительно прославляет Преподобного Лаврентия Черниговского Преподобного Паисия Святогорца Святителя Петра Могилу Митрополита Киевского Святителя Василия Великого Архиепископа Кесарии Каппадокийской Мученика Гордея Также на этой Седмице православные христиане празднуют обрезание Господне И молитвенно воспоминают представление и второе обретение мощей Преподобного Серафима Саровского Во вторник 11 января православные христиане чтят память преподобного Лаврентия Черниговского Лука Проскура, так звали Святого в Миру, родился в 1868 году в селе Черниговской губернии Отец и мать были глубоко религиозными людьми и детей воспитывали в вере в Бога С детских лет Лука регулярно ходил в церковь, имея прекрасный слух обучался регенству Со временем он возглавил монастырский хор села Рыхлы, который приезжали послушать регенты из других приходов и обителей Узнав о талантливом юноше, епископ послал настоятелю предписание о направлении регентов Чернигов, где ему предстояло управлять архиерейским хором В 1912 году на 45 году жизни Лука был пострижен в монашество с именем Лаврентий, а в 1923 тайно принял схему Когда к власти пришли коммунисты, монастырь закрыли Отец Лаврентий остался без крова над головой и поселился в маленьком убогом домике Богослужение совершал в небольшом Ильинском храме, потом закрыли и его В те тяжелые для верующего времена, святой надолго затворялся в своей комнате и, постясь, предавался усердной молитве В годы Великой Отечественной войны Черников был оккупирован Немцы разрешили открыть Троицкую обитель Отец Лаврентий вместе с послушницами и верующими восстановил монастырь Первое богослужение состоялось в 1941 году, в день Архистратига Михаила Люди приходили в храм и получали утешение За великие труды Господь наделил старца даром прозорливости Советы батюшки не раз спасали людям жизнь Однажды он проходил мимо монахинь, стоявших у окна бывшей монастырской бани И закричал им, убегайте, а то сейчас снаряд прилетит Иноки не только успели отойти, как в дом ударил снаряд Схерхимандрит Лаврентий предвидел свою кончину и отошел ко Господу 19 января 1950 года Тело святого погребено в усыпальнице под Троицким собором После ликвидации монастыря доступ в усыпальницу был закрыт на долгих 26 лет С восстановлением обители богомольцы вновь притекают к могиле отца Лаврентия И по молитвам получают просимое Преподобный Лаврентий Черниговский был причислен к лику святых в августе 1993 года Его мощи покоятся в Троицком соборе города В четверг 13 января православные христиане молитвенно воспоминают преподобного Паисия Святогорца Праведник родился в 1924 году в турецком селе в многодетной семье При крещении получил имя Арсений Когда младенцу было чуть больше месяца, семье пришлось эмигрировать в Грецию Беженцы добрались до города Конницы, где и осели Здесь святой получил образование и был призван на воинскую службу в 1945 году Весной 1953 Арсений отправился на Афон и подвязался послушникам в монастыре Эсфигмен Спустя год он был пострижен в монашество с именем Аверки Через несколько лет заболел и ненадолго вернулся домой для лечения Чтобы не нарушать монашеский обет, он жил при церкви святой Варвары Спустя год Аверки вернулся на Афон и принял постриху в мантию с именем Паисий Отец Паисий подвязался в нескольких монастырях святой горы К старцу приходили тысячи людей Ежедневно от восхода до заката он советовал, утешал и наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу Принимая тяготы притекающих людей близко к сердцу, отец Паисий стал изнемогать телесно Осенью 1993 года Геронда покинул территорию святой горы и направился в монастырь Суроте В обители святой заболел, после обследования врачи диагностировали рак Отец Паисий перенес несколько операций и хотел отправиться на Афон, чтобы там завершить земной путь Но был очень слаб и о путешествии не могло быть и речи Преподобный решил остаться в Суроте 11 июля он причастился к святых христовых тайн, а на следующий день сердце подвижника остановилось 13 января 2015 года старец Паисий Святогорец причислен к лику святых православной церкви Также в этот день православные христиане чтят память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского Он родился в конце 1596 года, был сыном правителя Молдавии Образование получил во Львовском братском училище, где служил в польских войсках и отличился в битве под Хатином Со временем Петр решил оставить военную службу и принял пострих в Киево-Печерской лавре В то время в обители подвязалось немало образованных и деятельных монахов Переводились святоотеческие книги, публиковались труды в защиту православия В 1627 году по настоянию паствы святой Петр был избран архимандритом лавры Его попечением была обновлена церковь Успения Божьей Матери, украшены святые пещеры Возвращен под управление лавры древний пустынно-николаевский монастырь Основана Голосеевская пустынь, организована богодельня При обители владыка Петр открыл высшую школу Чтобы обеспечить заведение хорошими преподавателями, в Европу на обучение отправлялись талантливые молодые люди Оплачивал учебу архимандрит из собственных средств Святой создал Киево-Могилянскую коллегию, ставшую в Украине крупным образовательным центром В 1632 году святитель Петр добился от польского короля восстановления прав православной церкви на украинских землях После этого его избрали киевским митрополитом Владыка продолжил заботиться о просвещении паствы и лично работал над изданием богослужебных книг, сверяя их с греческими оригиналами Ему принадлежит авторство большого числа проповедей и житийных рассказов Митрополит Петр отошел ко Господу в 1647 году На погребение прибыли тысячи верующих, сотни епископов и священнослужителей Около 300 лет мощи митрополита находились в Успенском соборе Лавры В 1941 году, когда минировалось здание храма, взрывчатка была заложена вблизи гробницы митрополита Петра А после взрыва собор был полностью разрушен Святителя канонизировали в 1996 году В пятницу 14 января Православная Церковь отмечает обрезание Господнее Празднование ежепоплоти обрезания Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Совершается в память о ветхозаветной традиции На восьмой день после своего Рождества Богомладенец был обрезан При этом ему было наречено имя Иисус, которое возвестил Архангел Гавриил По толкованию Отцов Церкви, Господь, Творец Закона, принял обрезание и явил пример того, как следует исполнять божественные установления Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству крещения, прообразом которого Он являлся Также в этот день православные христиане чтят память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской Он был выдающимся богословом и основал целое поселение, которое назвали в его честь Родился в аристократической семье, получил прекрасное образование в Афинах, где и познакомился с будущим святителем Григорием Богословом Между ними возникла крепкая дружба, продолжавшаяся всю жизнь Вернувшись на родину, святой принял сан священника На собственные деньги он строил храмы и раздавал милостыню нуждающимся Однажды зимой в Кесарии случился страшный голод Святой Василий заставил состоятельных людей делиться запасами продовольствия, а сам продал свое имущество, нашел жертвователей, на средства которых открыл столовые и больницы для бедных За труды на благопаство Христовой Василия Великого избрали архиепископом Кесарии Святой Василий почти ежедневно совершал богослужения Он особенно заботился о строгом исполнении канонов церкви В Кесарии святой Василий устроил два монастыря, мужской и женский, с храмом в честь сорока мучеников, где хранились их святые мощи Святитель продолжил дела милосердия Под его попечительством были возведены и располагались по соседству храм, больницы, детские дома, школы, мастерские Все это выглядело как небольшой город Народ назвал его в честь основателя Василиадой Владыка не только руководил стройкой, но и сам трудился на ней Когда строительство закончилось, святой помогал лечить больных проказой в созданном им же лепрозории Архиепископ входил к умирающим людям, обнимал их, промывал раны, перевязывал Святой Василий Великий отошел ко Господу в возрасте 49 лет Его оплакивала вся кесария Собравшиеся архиереи погребли честные мощи великого угодника Божия Василия Великого в церкви святого мученика Юпсихия В субботу 15 января православные христиане молитвенно воспоминают представление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца Прохор, так звали святого до монашества, родился в купеческой семье в 1754 году Юноша решил посвятить жизнь Богу и отправился пешком из Курска в Киево-Печерскую обитель По благословению старца Досифея, будущий святой отправился для спасения в Саровскую пустынь, где настоятель обители благословил юношу остаться После восьми лет послушания и испытания новоначальных, Прохор принял иноческий пострих с именем Серафим По благословению настоятеля, монах удалился из обители и обосновался в лесу, посещая монастырь лишь для принятия святых христовых тайн Со временем к отшельнику стали приходить монашествующие за советом, а следом и миряне за утешением и помощью Серафим не искал для себя славы, его желанием было посвятить всего себя Богу По молитве преподобного, дорогу в его пустынную келью преградили огромные сучья вековых сосен В уединении преподобный продолжал строго соблюдать молитвенное правило молиться за всех, но дьявол стал искушать его Тогда Серафим Саровский усугубил труды, взяв на себя подвиг столкничества Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками Днем же он молился в келье на другом камне, который принес из леса Так преподобный совершал молитвы тысячу дней и ночей Однажды разбойники напали на монаха и избили его Святой Серафим еле дошел до обители и несколько дней провел, изнемогая от ран Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами Иоанном и Петром Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление После этого Серафим Саровский прожил около пяти месяцев в обители, а затем вновь вернулся в свою пустыньку Весной 1810 года отец Серафим возвратился в обитель Он не изменил строгость своей жизни и удалился в затвор, никуда не выходя и никого у себя не принимая В ноябре 1825 года монаху в сонном видении явилась Матерь Божия вместе со святыми Климентом Римским и Петром Александрийским и повелела выйти из затвора на проповедь Божью Преподобный стал принимать всех, кто приходил к нему Он видел сердца людей и, как духовный врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой к Богу Последние годы жизни преподобный особо опекал женскую обитель в Девееве За несколько лет до кончины, в праздник Благовещения, Серафим Саровский еще раз сподобился явлению Царицы Небесной Она долго беседовала с преподобным, поручая ему Девеевских сестер Закончив беседу, сказала «Скоро, любимче мой, будешь с нами» 15 января 1833 года святой Серафим отошел ко Господу Над гробницей преподобного была выстроена часовня В 1903 году совершилось прославление великого угодника Божия и с торжеством были открыты его мощи Сохранилось предсказание преподобного Серафима о том, что мощи его будут найдены, а затем церковь станет гонима и святыня будет утрачена После революции 1917 года мощи Серафима Саровского, хранившиеся в Девеево, были вскрыты и увезены Только в январе 1991 года мощи святого нашли в запасниках музея истории религии и атеизма В день памяти преподобного Серафима Саровского его святые мощи были возвращены в Девеевский монастырь Это торжество стало одним из самых ярких чудес церковной истории 20 века 16 января в неделю 30 по Пятидесятнице пред Богоявлением церковь прославляет мученика Гордия Святой жил в конце 3 века в городе Кесарии Каппадокийской, который находился на территории современной Турции Он был христианином и отважным воином За мужество и доблесть был назначен сотником Когда начались гонения на христиан, Гордий оставил воинскую службу и удалился в пустыню Святой много молился и просил Господа укрепить его предмученической смертью Приближался праздник языческого бога Марса В этот день весь город собирался в цирке, чтобы посмотреть конные скачки и состязания борцов в его честь Отважный воин Христов вышел на арену и стал проповедовать Горожане перестали смотреть на коней и возниц и стали слушать слова святого Христиане, которые по нерадению своему пришли на праздник, устыдились и стали рукоплескать Гордию Язычники призвали стражу и приказали схватить дерзкого оратора Его заключили в темницу и после страшных истязаний казнили Стражники, которые видели твердость веры Гордия, уверовали во Христа и крестились Подписывайтесь на YouTube канал Светогорской Лавры И вы всегда будете в курсе новостей обители А чтобы совершенно ничего не пропустить Установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала Нажав на колокольчик под этим видео Следите за новостями Свято-Успенской Светогорской Лавры На официальном сайте и в социальных сетях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok